3 июля от дочки был день рождения, они уехали в путешествие и оставили нам цветы, а сегодня уже 12 июля цветочки стоят, вот я сейчас их подрезала, некоторые, видите, даже уменьшила в размере, вот еще гортензия стоит, она уже желтеет, но по крайней мере еще, знаете, как бы сохраняет какие-то розовые там цветы, да, то есть она увядает уже, да, но тем не менее все еще стоит. Вот так вот, цветы радуют глаз, я уж такая подумала, думаю, может мне пойти в цветочный снова букет какой-нибудь купить, поставить, потому что цветы живые так радуют глаз вообще, я даже сама не ожидала. А мы сегодня на игре квиз, сейчас идет перерыв и все сидят в телефонах, готовятся, готовятся к новому туру, да, мы сейчас пока первые идем, пока, может быть сейчас все изменится, но мы будем стараться. Так, итоги, итоги сейчас. Начнем обсуждать результаты, потому что у нас уже все готово, вручать призы с теми команды, которые у нас уже остались. Итак, начнем с последнего места. Один балл в седьмом туре, 31 в общем. Играем в Кайф, друзья, вы сегодня. Где вы, во-первых, где вы? Где играем в Кайф? Громче всего поаплодируйте. Где вы, ребята? Это вы играли в Кайф? Это вам, друзья. Но в последнем туре она набрала побольше, здесь она набрала 7 баллов. Команда Лас Коттус, вот такой вот замечательный подарок она получит. Она называет, вот, вообще-то я женат, там замечательный парфюм. Парфюм для мужчин, все правильно, да? Все правильно. Парфюм для мужчин, держите, пожалуйста, наслаждайтесь, пользуйтесь. Мужчин сегодня и без подарков. А вы будете наслаждаться этим замечательным ароматом. Итак, мы продолжаем, двигаемся далее все ближе. Тройки, но еще не тройки. Туре. О, 50 минут. Уже меня прощайте. 11, последняя туре, 51 в общем количестве. НКВД, друзья. Мы вошли в тройку, ура. Туре, представители, Капан, вошли на чай игры, за кого вы могли того собрали, выходите сюда, выбирайте подарки, где вы, где вы. Игристое. Ярослав, ребята, идите. Вошли на чай, кого могли того собрали. Выходим сюда, выбираем так. Пока не подсматриваем, не подсматриваем, не подсматриваем. Да все, они уже почти здесь. Ира, выводи на экран табличку, посмотрим результаты, крикни, прокричи. Второе место у нас, второе место. Итак, с кого могли того собрали, где у нас вы. Что вы берете, у нас есть пиво. Уступили 2,5 очка. Это понятно, что вы пиво заберете, да. Дальше кричите. У нас есть пицца на следующую игру. И есть у нас замечательная. И есть гористое шапанское. Я думаю... Пиццу бери. Пиццу, отлично. Пицца, пиво. Держите, держите. Это ваше. Не уходите. Аккуратно, аккуратно. Там что-то прокапало. Прокапало. Конденсат, наверное, скорее всего, нам вряд ли вас купило. Утекло. Дальше у нас команда игристая. Кто из вас игристая? 18 лет. Точно? Есть 23. Отлично. Лим корицын или пицца на следующую игру? Пицца, конечно. Пицца на следующую игру. Не уходите сфотографировать. Ну и вам красивая бутылочка шампанского и рукопожателем. Не уходите сфотографироваться обязательно. У тебя очень красивый айфон. Давай сфотографируем на твой айфон. Вы попозируйте, встанете. Я думаю, что так и можно на фоне всех команд, которые улыбаются. Улыбаемся, смотрим в камеру. Не моргаем. Все. Все, да? И все? Еще фотографировка. Спасибо большое, друзья. Смотрите, за анонсами за новостями. Хотела, чтобы пришли. Сыгры и такая тучища. Смотрите, тучи, тучи надувает, надувает ветерок. Там прям вообще такие слоистые тучи мощные, гремит где-то вдалеке. А мы радостные второе место заняли. Это классно. Вообще сегодня сыграли. Все-таки нам вот молодых не хватает ребят в команде, потому что мы современную музыку, например, плохо знаем, фильмы современные. А тут ребята приехали на каникулы. Нам так помогли. Здорово сыграли. И вообще мы рады. Мы всю игру почти шли в тройке, в четверке даже, да? В тройке, наверное, да, шли. Там одно очко отставали. А потом рывочек сделали. И заняли второе место. Уступили два с половиной балла только победителям. Ну, ничего страшного. Мы молодцы. Вот прям ветер, ветер поднимается, поднимается. Видите, какая тучища там. Тучища, тучища. Беседка такая. Ага, одинокая. Дело в туче. Дело в туче, либо в беседке. Где тут небо такое, а там... Вот так. Какое. Ну, что ж, вот я взяла капельку этой тональной основы сейчас. И давайте ее вам покажу, как она растушевывается. Вот так. Смотрите, получается классный оттенок загара. Классный. Главное по-хорошему растушевать. Да, то есть, смотрите. Потому и называется адаптивное. То, что подстраивается под цвет кожи. И нисколько не выделяет. Да, то есть, вот видите, даже здесь красиво очень выходит такой оттенок загара. Сегодня в ресторане Гранат. Такую отбивную взяли. Куриную. Такая вкусная отбивная. Вообще очень понравилась. На первое брали салатик «Хаят». Он как цезарь. Ну, цезарь. И я взяла свой любимый чай с чабрецом. Обожаю его. Поел цветов. Все, теперь лежит. Мы с Масяней пришли дождик послушать. Да, Масяня? Масяня. Масянечка мой маленький. Хороший Масяня. Масяня. Ну, ты посмотри хоть на меня. Не удостаивает внимания. Вот такой вот он вредный. Не любит телефон вообще. Куда пошел? Куда пошел? А, лечь тебе надо, да? О, вот тигра. Тигралек. Зашла в интернете рецепт, как можно овсяную кашу обогатить белком. То есть, вот есть такой коктейльный чуролбеланс Тарифлей. Это у меня клубничный. Там, конечно, ванильный предлагается взять, да? Но я возьму клубничный. То есть, берем ложку мерную. Когда каша закипела, добавляем и размешиваем. А, может, даже это у меня шоколадный. В общем, экспериментирую сегодня. Получилась каша. В ней 18 граммов белка. Ой, нет. Не 18 граммов. Меньше. 18 граммов это коктейль. Мерной ложки. То есть, вот каша овсяная. У меня обогащенная белком. Сейчас попробую, скажу. Вот кашку мы уже положили в тарелочку. Она остывает. Скоро буду пробовать. Попробовала кашку. Кстати, по вкусу ничего есть можно. Думала, будет хуже. Чувствуются крупинки такие внутри. Это вот типа белок, наверное, или что-то такое. А я их ощущаю. И, конечно, у меня здесь добавлен был клубничный вкус коктейля. Наверное, ванильный был бы лучше. Ну, клубника не ярко выражена, потому что все-таки овсянка ее немножко приглушает. Но все равно я его ощущаю. Хотя здесь в коктейли в эти натуральный ароматизатор добавляются. Но я вот клубничный не очень люблю. Я люблю больше шоколадный коктейль. Ну, и ванильный для меня очень сладкий. То есть клубника я на второе место ставлю. Ну, попробую сегодня поем кашу. Посмотрю, как у меня на желудке будет. Потому что я не пила коктейли примерно 4 месяца уже. И все время утром у меня была только одна каша овсяная на завтрак. Пришел мне комплект гранат. Посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Сейчас наведем. Супер. Просто супер. Красота. Единственные засюшки эти не очень такие вот люблю. У меня мочка толстая. Мне вот этого расстояния маловато. Всегда. И очень маленький кулончик. Я думала его брать, не брать. Потом думаю, ну пусть будет весь комплект. Потом, может, что-нибудь с цепочкой придумаю или как-то. Ну, подумаю. Смотрите, прелесть. Тоненькое очень колечко. Сматриваем. Туалетная вода. Это туалетная или парфюмерная вода? Почитай. Что там? Написано женская парфюмерная. Парфюмерная, да, вода. Слышишь, тройка тут стоит. Тройка. Три. Три из четырех. Из четырех, да? То есть по стойкости. И вот такой водянистый запах немножко по ощущениям. Такой, знаете, вот кто любит вот эти запахи. Такой немножко водный. Ну, он и называется акватический. А мужская вода, мне она показалась какой-то традиционной. Ну, то есть вот как будто я этот запах уже где-то чувствовала. Мне мужская вода больше, чем женская, понравилась. А вот девушка, которая тут стоит рядом со мной, ей понравилась и женская, и мужская вода. То есть вот такие две водички пришли. У них упаковочка. Вот такая приходит. Так что вот, заказывайте. В заказе вот этих вот туалетных вод пришло мне в подарок. С мужской водой пришел такой гель для душа и пена. Хороший такой подарок. А при заказе женской воды водостойкая тушь пять в одном и синенький карандаш для глаз. То есть вот классный такой набор к туалетным водам. Невского на перекрестке поставили вот такие вазоны. Но вот мой муж задал такой вопрос. А что важнее было? Вот эти вазоны поставить или вот эту грязь убрать? Да, потому что и воду убрать. Потому что люди здесь пройти не могут. Мы идем по газону. Тут нужно прорыть канавку для того, чтобы стекала вода. Видите, мы по газону идем прямо. Здесь уже, видите, все замыло. Но вазоны стоят красиво. Сегодня пришли. Ресторан «Медведь», но на веранду. Пока сидим, вроде комары не едят. Тут вот спирали дают. Спирали от комаров. Видно, кто-то из соседей уже взял. По крайней мере, нам пока никто не... Ну, не видно, что кто-то тут летает. Ну и заказали мы по салатику и чай с чабрецом, мой любимый. Многолюдно, народу много. Там идет мероприятие внутри. Шумно так, знаете, для медведя как-то даже непривычно. Вечернее время. Вот меню нам принесли. Заказали мы под Цезарь. Я заказала с курицей, Саша, с креветками и лососем. Вот такой пол у них интересный тут сделан, дорожками ковровыми. На меня нападаешь. Масяня? Масяня, на меня посмотри. На меня посмотри, Мася. Ты почему на меня нападаешь, а? Ты почему такой злодей? Плодей. Кто пришел-то к нам? Кто к нам пришел? Что за красавчик? Давай, открывай окошечко. А чего окошечко-то не открываешь, а? Чего? Лежу. Это я на коврике. И Мася пришел йогой позаниматься. Тоже. Но он не любит телефон. Я включила специально свет, чтобы он ушел. Давай, иди отсюда. Иди. Иди отсюда. Мася. Иди отсюда. Сижу сегодня, сканирую старые фотографии. Почему? Потому что на оборотах фотографий есть надписи. А я когда-то их сканировала, и на надписи не обратила внимания. И поэтому сегодня как раз сижу этим занимаюсь. Вот, смотрите. Видите, это я в молодости. Когда-то. Сегодня вот этот товарищ забрался в шкаф. Масянечка притаился, уснул. Там, Масянечка, ты спишь? Масянечка, ты спишь? Потягушечки будем делать? Вот, давай, давай. Вот так потягушечка, потягушечка. Вот любит всякие расщелины. Сегодня в шкаф забрался. Решила, наверное, примерить мои платьишки. Вот такой вот он безобразник. Я уж сегодня узкое тут пространство сделала. Думала, он не залезет. Нет, все равно втиснулся. Так где ж там тесно? Да. Вот такой зайка. Спит, Мася. У него тихий час. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Зайенька, неудобно тебе? Давай сейчас отодвину тебе. Место чуть больше будет. Я с марта месяца нахожусь на очень жесткой диете. У меня нет желчного, и поэтому сейчас после перенесенного ковида в прошлом году, трех курсов антибиотиков, у меня есть проблемы с пищеварением. И поэтому я сейчас себе варю только какую-то диетическую пищу. Вот сегодня у меня будет индейка, индейка с рисом, с морковью. И чуть-чуть я сюда масла растительного налила, чтобы было, ну, чтобы было по вкусу немножко. И не прилипало жира чуть-чуть, да, и не прилипало, не прилипал рис друг к другу. Сделала себе первый раз за последние, ну, не знаю, 4 месяца, наверное, да, первый раз сделала себе салат из помидоров и добавила туда масло, виноградные косточки. Видите, сколько порций у меня, да, чуть-чуть-чуть. Поэтому сейчас я выпила таблетку Ацепола. Заселяем пищеварительный тракт полезными бактериями. И вот полчаса жду, пока вот сейчас плов приготовится, ну, рис с индейкой, и вот буду кушать. Кушать блюдо готово уже. Индейка с рисом и с морковочкой. Мы стоим сейчас на перекрестке Кристалла Невского-Калинина. И вот здесь вот была прорыта траншея, здесь прокладывали трубу прямо туда под асфальт и так далее. И как всегда, все перерыли здесь и ничего за собой не убрали. То есть, посмотрите, вот здесь вот сейчас на тротуаре песок, который после дождя превратится в грязь. И здесь будет невозможно пройти, потому что пока его не смоют дождевой водой. И уже этот тротуар, кстати, у нас стал ниже, чем рядом вот эта бровка. И что еще хочу сказать, вот здесь у нас центр города все-таки, да, считается, ну, по крайней мере, хоть старый, но центр. Но вот такие заросли огромные, крапивы, кустов, которые сейчас растут прямо на асфальт. И скоро будут мешать движению, потому что вот когда, да, и сейчас мешают, потому что когда идет дождь, они очень низко опускаются здесь под тяжестью воды. Здесь совершенно невозможно идти. Поэтому я прошу внимания обратить администрацию службы благоустройства. Посмотрите, вот здесь когда-то года два или три назад кусты эти подрезали, да, то есть, но они снова вымахали огромные. И сейчас вот здесь, смотрите, и репейник, и крапива, и, я не знаю, это борщевик, не борщевик, не знаю, что это такое растет. И вот это, конечно, управляющая компания, может быть, должна сделать, да, которая управляет вот этим домом по Калинина. Но, тем не менее, должны кто-то контролировать это все, да, то есть, посмотрите, какое здесь безобразие. Здесь, ну, вообще ужас какой-то. Как пройти по тротуару? Да. Как пройти по тротуару, особенно когда здесь сейчас будет дождь лить. Отсюда будет лить грязь, сюда на тротуар. Опять здесь будут лужи, потому что тротуар слегка провалился, да, потому что здесь вечно что-то копают, перекапывают и так далее. А прохожие борются с проблемой, пока это сломано есть. А прохожие вот так борются с проблемой, да, то есть, они просто обламывают ветки. На это надеяться было бы лучше. Да, вот посмотрите, вот где там канава, куда стекать вода должна. И на целый метр уже ветки сюда выросли, и вот эта канава вся завалена просто. Завалена вот этими листьями, ветками. Посмотрите, здесь вот прям чаще какая-то непролазная. Вот так вот. Если это управляющая компания должна сделать, пожалуйста, служба благоустройства, администрация, как-то предъявляйте претензии к этому. Если это город, городская территория, то тоже. Вот я вам показываю, смотрите, вот я стою на тротуаре, и вот все это заросло. Сегодня был такой небольшой закуп в магазине. Сейчас покажу, что приобрели. Вот я сейчас, как вы знаете уже, если смотрите мои stories, нахожусь на жесткой диете, и я могу есть только вот этот мармелад. Фармелад, который идет с фруктовым соком. Причем у него есть в составе практически все натуральные компоненты и без всяких етам и так далее. То есть мне вот он нравится, он у меня хорошо переносится. Я его перекладываю в такую вазочку в контейнер, да, и кушаю. Еще, кстати, вот из кондитерки я сушки маковые Невской фабрики. Больше ничего не могу есть. Пока все остальное это муж себе купил. Белый хлеб. Я хлеб вообще сейчас не ем, очень давно уже. Я-то попробовала бездрожжевой, вот такой вот. Смотрите, вот такой хлеб бездрожжевой. И у меня как-то вот все равно он не пошел. Поэтому пока я отложила. Муж купил к молоку печенье. Дальше. Из колбасных изделий молочные сосиски. Я ем в день по одной сосиске, утром на завтрак с кашей. Потому что они у меня нормально переносятся. И поэтому эта вот молочная сосиска, она считается диетической. Этому одну сосиску съедаем в день, не более. Томаты. Первый раз сегодня попробовала томатный этот салат из помидорчиков. Вот взяла себе вот такие черри. А муж любит вот такие вот томаты свежесть маркировочкой. Дальше. Картошка. Будем пюрешку делать. Ну, селедка там лежит. Но я, наверное, только ее понюхаю. То селедку есть не буду. Молоко муж берет. Вот он с этими печеньками любит. Я себе взяла гречневую кашу. Взяла себе вот такую голень ярославского брулера. Нормально. Вот я ее отвариваю просто. Кожу снимаю, отвариваю и просто ем. Муж любит вот такой гологоцкий сырок. Такая голоджанка называется. И вот яйца. Яйца мы такие не берем в магните. Но просто вот не сходили. Мы берем отборное яйцо, белое. А тут купили такие, ну, просто дешевские яйца взяли. И такие цветные. Цветные. Меня муж не любит. Мне без разницы. Ну, вот он как-то вот любит больше белое. И чтобы были крупные, отборные. Цель 0. Но мы и здесь взяли Цель 0. То есть это маркировка. Вот, кстати, я обратила внимание. Сейчас с кем общалась. Не все знают, что у яиц есть маркировка. Есть Цель 1, Цель 2 и Цель 0. Цель 0 это крупные. То есть считаются самые яйца. И поэтому вот, в принципе, то, что мы сегодня купили. На последующие, на 23.00 у нас дождь идет. Сейчас немножко стих, был намного сильнее. Я, кстати, люблю такую погоду. Кожа всегда такая хорошая при погоде такой. Кстати, гремело, сверкало. Сейчас вроде все немножко полутихло. Но вот такой дождь обещают на три дня. Ну, посмотрим, что у нас за три дня нальет. А Масянечка у нас вот так лапки сложил. Проснулся только что. Спал клубочком. Да, Масянька? Да. Да. Что хочешь? Что хочешь? Что ты? Что ты? Хорош давай. Хорош возмущаться. Да что ты, Забияка? Ты Забияка? Будешь есть? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...